Сейчас, насколько мне известно, бренд не 45, а 55. Вот сегодня только я смотрел с утра. Но я уже сказал, что мы рассчитываем бюджет из таких консервативных прогнозов, из 40 долларов за баррель. Вот если вернуться к первым вопросам нашей сегодняшней, как говорят бюрократы, повестки дня, то могу сказать, что мы вот от тех результатов, те результаты, которые мы получили, мы их получили, исходя из того, что реальная ситуация по сравнению с нашими прогнозами была сложнее, хуже для нас. Потому что мы считали бюджет 2016 года изначально из расчета 50 долларов за баррель, а он оказался 40. Несмотря на это, и ВВП тенденции изменились, и инфляция, и мы сохранили резервы и так далее, и так далее. Так что это, кстати говоря, очень существенный фактор в общем анализе происходящих в экономике событий. Ситуация хуже в мировой экономике, а результат у нас лучше получился. Это значит, что экономика приспособилась и на этой базе будет развиваться, безусловно. Теперь по поводу, какие цены будут и как это отразится на нас, наверняка сказать никто не может. Это такой сложный вопрос, который зависит от очень многих факторов неопределенности, и предсказать их практически невозможно. Вот наше министерство уже высказывало свое предположение, министерство энергетики. Мы считаем, что во второй половине 2017 года излишки нефти с рынка уйдут, и цены на нефть стабилизируются. Рассчитываем, что они стабилизируются на сегодняшнем уровне. Теперь по поводу того, как будет реагировать на сокращение нефти наша экономика, на сокращение добычи. Что могу сказать? Что мы пошли на этот шаг сознательно. У нас достаточно высокая полка добычи на конец текущего года. Сокращение, которое мы взяли на себя, составляет 300 тысяч баррелей в день за период с января по июнь. Это будет плавное сокращение, которое на общий объем добычи почти не повлияет. Для нас это приемлемо абсолютно. Но мы рассчитываем на то, что это приведет к повышению цен на нефть. А это уже произошло. Хочу вам сказать, что если такое состояние дел удержится, какой будет эффект для страны, для бюджета и для наших компаний? Разница в ценах на нефть в 10 долларов будет означать дополнительный доход бюджета в триллион 750 миллиардов рублей. А для нефтяных компаний, несмотря на снижение добычи, разница в цене на нефть в 10 долларов даст дополнительный доход в размере 750 миллиардов рублей. То есть в конечном итоге все оказываются выигрыши. Это первое такое решение в рамках ОПЕК, по-моему, за последние 8 лет. Безусловно, без нашей доброй воли на совместную работу с ОПЕК этого бы результата не было. Мы и дальше будем сотрудничать с ОПЕК, имея в виду, конечно, что будем соблюдать взятые на себя обязательства. Но мы не члены картеля, и будучи с ними в контакте, конечно, выполняя взятые на себя обязательства, мы чувствуем себя свободными, но до тех пор, пока мы не добьемся общих результатов. Пока эти результаты налицо, мы их добиваемся. Считаем, что такое сотрудничество полезно и для стран, не входящих в картель, и для самого ОПЕК.